Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего ностальгического канала Также клиенты нашего интернет-магазина, который существует в поддержку Сегодня приглашаю вас вернуться в далекое прошлое И поговорить о старой марке 70-80-х годах, которую многие из вас давно просят Такое видео, естественно, я знал, что случится рано или поздно Только не знал, что это будут за вещи И так получилось, что вот эти две джинсовки 70-80-х годов, которые у меня сегодня в выпуске Пересекли и объединили два моих хобби А именно старо-давнее увлечение и любовь к музыке и модно-токинг, к творчеству Эдитара Болина И, собственно, любовь к винтажному, к старому, к денему 70-80-х годов Ну, почему так? Вы, наверное, уже догадались по заголовку к этому видео Подробнее я поговорю позже об этом Итак, наверное, начать стоит с того, что сказать пару слов об истории этого бренда Которым нам говорит Всемирный интернет-ресурсы Создан был двумя братьями Мерина в 1962 году в Испании Тогда эти люди отшивали рабочую одежду, но уловив конъюнктуру на американский деним То есть одежду из денима, модную, повседневную, кэжуал Решили шить дорогую, в общем-то, на тот момент одежду из денима для молодежи Которая вовсе не являлась, так сказать, рабочей или дешевой совсем Это был модный кэжуал, прежде всего для молодых людей Ну, недолго фантазирую, раздумывая, что именно им делать Они просто стали копировать Стали копировать два известных бренда Levi's и Lee Именно поэтому все вещи, которые у них выходили Были так сильно похожи на продукцию этих двух брендов Но и это еще не все Поскольку братья и название-то выбрали фонетически созвучное мировым Levi's и Lee Обратите внимание, как звучит название Louis Louis, в общем-то, так или иначе, намекает косвенно на то, что Это очень близко к Levi's, это очень близко к Lee В общем, должна сложиться вот такая проекция качества продукции Louis И на продукцию Levi's и Lee Ну, как вы, наверное, многие знаете Для джинсов они также использовали, начали использовать вот эту вот Arquate, арочку на заднем кармане Из-за чего впоследствии повлатились судебным иском арт компании Levi's И те куртки, которые вы у меня сегодня видите на этом видео Они явно, точнее говоря, абсолютно очевидно Напоминают куртку Lee 101J Ну, практически во всем своем дизайне Разве что кармашки вот у них передние В отличие от той старорежимной лишней куртки появились И перебрендирование под свой Louis Легенда интересно гласит, что название было придумано Кроме прочего, чтобы быть созвучным с Levi's и Lee Как указание на местный рынок испанский То есть Louis это у них такое типовое имя Типа нашего Ивана Ивановича Иванова То есть примерно указывалось на то, что одежда из денима для Louis Ну, вот так немножко с юморком Честно говоря, проверить эту легенду нет никакой возможности Но звучит интересно То есть одежда из денима для Louis Louis Некоторые называют Louis, но все-таки будет правильно, скорее всего, сказать именно Louis В общем, как вы понимаете, нацеленность была прежде всего на внутренний рынок Позже, позже, когда они потеряли, в общем сказать, ввозже своей фантазии И стали привлекать для участия в маркезинговых акциях Всех возможных знаменитостей эстрады, спорта тех лет Как незаметно они вышли на европейский рынок И пошло-поехало, что называется Наверное, также стоит сказать, что присуществовало все это великолепие до 1992 года Когда на рынок стали поступать более дешевые изделия из Азии В общем-то и массовый вот такой вот спрос на дорогой деним Тоже, в общем-то, как-то поуменьшился Они благополучно закрылись Позже пытались продать лицензии и права на какой-то конторе в 2008 году И ничего хорошего, как мы видим, сегодня из этого не получилось То есть, под маркой Луиса сегодня можно встретить самый галимый, обычный ширпотреб Который ни черта не отличается от всего дешевого азиатского барахла Других таких же брендов Только единственное, что может быть указание на старый известный бренд, который многие любили Ну так ладно Чем, в общем-то, запомнилась, так сказать, вот эта фирма Луис Конечно, не своими какими-то уникальными дизайнами Которые были абсолютно точно скопированы с мировых американских брендов Да, они не могли этим похвастаться Качество, конечно, было на высоте и даже, можно сказать, не хуже, чем у американских Но прославились они не этим Это, пожалуй, наверное, была единственная такая джинсовая компания Которая, в общем-то, пошла в маркетинге по американским следам Они привлекали в 70-х годах на пике всевозможных звезд Многие, конечно, из вас, естественно, первое, что придет на ум, назовут Абба И действительно, так много постеров рекламных с Маркой Луис гуляет именно с участием Аббы И обратите внимание, на самом известном постере Именно на Бенни Андерсоне, вот этом бородатом мужичке Мы видим вот эту вот самую курточку Луис Вот ту, которую вы увидите у меня сегодня на предметном столике Поэтому поклонники Аббы и творчество Бенни Андерсона Может вас заинтересовать в этой куртке Ну ладно Также, кроме Аббы, были привлечены и Роб Стюарт Да, есть и такой постер молодого рода Стюарта Если кто, например, увлекается футболом Тот мог запомнить известный постер Йохана Круев Известного голландского футболиста Где он вместе с сыном играет в мяч И на них, естественно, одежда под маркой Луис Кроме того, менее известные личности Как, например, по-моему, норвежский теннисист Бьерн Борг Тоже активно участвовал в рекламных акциях Его тоже можно видеть именно в этой куртке, друзья Так что эта куртка прилично так засветилась Ну, из других звезд Кого, кто был привлечен Кто был привлечен к рекламе изделий Наверное, уже я не вспомню Какой-то гонщик был из Формулы-1 Но, как вы понимаете Все это активнейшим образом В 70-х и 80-х годах Цвело и пахло, что называется И таким образом бренд был мега популярен В самой Испании и в Европе Так что самое интересное Что он и до нас докатился Многие смогли воочию познакомиться С одеждой из денима С джинсами и куртками этой марки В Советском Союзе Попадала она прежде всего к нам С работниками Марфлота И прежде всего теми, которые ходили В южноевропейские порты И в частности на Канары Да-да, я прежде всего имею тот самый Городок Лас-Пальмас И магазины Сов Испана Где тарились наши моряки Из торговых и военных кораблей Из торговых прежде всего Там были и курки, там были джинсы Кстати, такой же магазин Сов Испана Был в Анголе, где была наша военная база Как я понимаю И не стоит удивляться, что из Анголы Тоже привозили Луис Хотя, если говорить В общем-то более объективно Такая одежда под маркой Луис Могла быть практически в любом порту европейском Это и Гамбург, Антверпен, Хельсинги Да все что угодно Но, в общем-то, марка была Большей частью привозной Не так много свидетельств Чтобы она продавалась в магазинах Вот я даже не слышал Итак, почему Почему, в общем-то, мой выбор пал именно на куртке Вот как вы можете видеть Не такие вот жесткие Старые режимные, однотонные Из глубокого Дэнию Нет А причина всему Та самая причина Как та, что Мой любимый композитор Мелодист тех лет Участник модем Токинг А именно Дитер Болин Вот такую вещь держал у себя в гардеробе В те года Это была его, по-видимому, любимая куртка джинсовая Именно вот куртка Луис 70-80-х годов Вот такая Именно в таком вот крошении В такой обработке И именно тех лет С чего вдруг я это взял? Да очень много постеров, которые я вам сегодня показываю к видеоряду К моему, значит, тексту Посмотрите, пожалуйста Действительно Если бы эта вещь не была его любимой Вряд ли бы он Вряд ли бы он 21 января 1985 года На свою первую Самую важную съемку На передаче Формулы Формулы 1 Компании РД Пришел бы сниматься Вот именно в этой вот куртке Ну, логично, да? Кроме того, он засветился также в своих солягах На телеканалах Вот та вещица из первого альбома The night is mine, the night is yours Также вы можете видеть его вот в этом куртофане Ну, сами понимаете И на многих постерах он тоже снимался именно в этой куртке И, естественно, если бы вещь не была для него, так сказать, ультрамодной Ультракрутой Он не стал бы этого делать Причем, что самое интересное Если вы сравните на постерах И на съемке Вот этих первых видео 1985 года С Томасом Андерсом Выглядит он там гораздо круче Гораздо современнее Гораздо моднее Чем Томас Андерс В каких-то бабьих пиджаках С какими-то ординами Или в каких-то нелепых куртках Бухгалтерских Ну, я имею в виду Кажуальных Где их снимали там на улице То есть Дитер Болин в этой куртке Луис выглядел весьма-весьма круто Так что, наверное, он попал в точку Но для меня Именно для меня Первый раз, когда я увидел куртку Луис Это, конечно, была обложка их второго альбома Думаю, многие из вас прекрасно помнят Где они вдвоем на таком засвеченном снимке И видно, видно, что у Дитера Болина Именно вот эта вот куртка Хотя, признаюсь, я не сразу понял Что это куртка именно марки Луис Я почему-то всегда думал Это лишняя куртка Но, конечно же, я и тогда еще, будучи пацаном Положил на эту куртку глаз И, конечно, мне хотелось безумно Такую же куртку, как у Дитера Болина И, в конце концов, вот только спустя очень много лет Можно сказать, эта куртка у меня появилась И я вам ее сегодня покажу Вот у меня две куртки, друзья Одна из них моя личная Которую, естественно, я ношу Так сказать Пытаясь Пытаясь вот такую причастность К творчеству Дитера Болина К моей любимой музыке Воплотить свою жизнь Вот эта куртка Она где-то 70-х годов Ориентировочно Где-то конец 70-х годов Я вам начну с нее свой рассказ И другая куртка Которую у меня Вы увидите на прилавке Нашего интернет-магазина В 48-50-м размере Именно вот эта тоже О ней пару слов скажу под конец Но она уже На мой взгляд Она либо того же периода Либо более позднего Но давайте посмотрим Давайте посмотрим Ну, чтобы долго не рассказывать Про дизайн Про фит Про кройты куртки Ну, все с ней понятно Вы видите Это куртка Сделанная по образу И подобию Куртки Ли-101-Джей Что о ней рассказывать Вообще говоря Много было курток Сделанных именно В таком дизайне Это уже знаете Как такой вот Собирательный образ Даже Монтана Тоже имела Куртку В таком дизайне То есть куртка 101-Джей Отли Это вот такой Собирательный образ Как и Type 3 Отливайся Так что Тут долго Рассказывать про крой Про силуэт Наверное Смысла не имеет Просто посмотрим Какие-то отдельные Фишечки Которые характерны Именно для Луисов Итак Вот Луис Да Действительно Использовал Быка В качестве Логотипа С названием Вот этот патч На Подоле Как вы можете видеть Он достаточно маленький Не такой большой Сделан из натуральной кожи И сразу Если его сравнить Со второй курткой Вы можете увидеть Разницу То есть На Вот этой вот Пресс-картонный патч Он большой Он выходит За рамки Подола Здесь же он более маленький Из натуральной кожи Нубук по-видимому Итак Давайте посмотрим Что тут еще есть Интересного Многие почему-то Циклятся Вот на этих Пуговицах Пытаясь Угадать Какую-то фишечку Якобы Вот они Были же монотонные Такие Монолитные Пуговицы Да А это вот Была Несколько Вот Такая вот Пустотела И которая Образовывала люфт Из-за этого Характерный звук При Так сказать Обнаруживался Некоторые считали Это какой-то фишкой Присущей только Луису Ну ладно Не знаю Смотрите сами Шляпка у них Вот такая вот Медная Круглая Такая Балда Так Дальше Пойдем Ну Естественно Липодобные Карманы Вот эти вот Накладные Вот эти накладные Карманы С таким Клапаном Закругленными Краями Конечно Черный Тап Вшитый Строчкой Ну это уже Вам Многим Никому Не удивит Потому как Это все Мы видели Много раз Даже у Монтана Были такие Но Но суть Вот специально Для вас Увеличиваю Крупно Чтобы могли Вспомнить Как это все Выглядело Здесь мы Также видим Характерную Змейку Вот эту вот Прострочку Из интересного Здесь Есть Вот такой Вот Врезной Карман Врезной Карман Которого Насколько я знаю Не было У куртки Классической Куртки Ли 101 Дальше Появлялись В них Какие-то Модели Уже С карманом Но По-моему На классике 101G Не было Этого Кармана Здесь Он есть И правильно Сделали Потому как Без него Никак Руки Куда-то Хочется Ссовать Причем Обратите Внимание С изнанки Мы видим Здесь нет Как таковой Мешковины Здесь Именно Вот такой Деним И Обратите Внимание Фишечка Внутренний Карман Сделанный Непонятно Каким Образом Под Планочку Вшитый И таких Карманов С обоих Стороны Два Кому Дальше Что Стоило бы Вам Показать Стоило бы Вам Показать Ну Давайте Посмотрим Все Давайте Посмотрим Все Здесь Мы видим Естественно Вот эту Регулировочную Петлю Хлястик С двумя Болтами Это Понятное Дело Вот так Вот Выглядит Манжета Этой Курки Ну В общем Все Типичен Но Но Вот Самая Главная Фишка Наверное Если Вот По такому Цветовому Колориту Это Конечно Желтая Нить Лимонного Цвета А кто Разбирается В джинсах Ли Конечно Вспомнят Что Нитки Желтого Цвета Были На самых Ранних Джинсах 101Z Вот На тех Самых 50-60-х Годах Была Тоже Вот Такая Желтая Лимонная Нить И Вся Куртка Выполнена Именно Вот С такой Желтой Нитью Вот Обращаю Ваше Внимание Ну Все Машинные Швы Разумеется Они Тут Все На Месте Все Они Тут Наличествуют Но Нитка Желтая Это Фишка Давайте Посмотрим Что Есть У Нас На Воротнике Да Да И Очень Многим Известный Вот Этот Вот Лейбл Луис Бык Все Как Положено На Испанском Языке Здесь Размерная Информация Теговая Стерлась Уже От Видимо Стерок От Видите Она Не Потеряла Своей Красоты Спустя Много Лет Я думаю Вы Это Уже Заметили Знаете Что Некоторые Почему-то Действительно Справедливо Вспоминают Очень Очень Красивый Цвет Денима Луиса Который Был Красив Как Новый Так И Особенно Когда Вытерялся Красивый Небесно Голубой Оттенок Индиго Вот Что Самое Интересное Такие Курки Выпускали В 70 И 80 Годах Не Только Жесткими То Есть Так Сказать С таком Индиго Крашение Однородным Но И Они Очень Любили Экспериментировать С различными Видами Варенья Стиры Как Это Назвать Да То Есть Даже Тогда Даже Тогда Они Уже Не Боялись Делать Вот Такие Эксперименты И Поэтому Такие Курки Были У них Не Только Так Сказать Обязательно Вот Из Такие Вот Уже С Вареньем С Обработкой Луис Очень Любил Вот Такие Вот Штуки Наверное Был Инноватором Где-то В этих Делах Ладно Как Эта Куртка Выглядит Сзади Наверное Особо Интересным Не Будет Потому Что Выглядит Она Как И Все Липодобные Куртки Так Что Тут В общем Что Добавить Интересного Наверное Нечего Но Вот Как Так Как Так Давайте Посмотрим На Вторую Куртку Которая Сегодня На Прилавке Если Вот Эта Куртка Моя Личная В Которую Я Могу Представить Дитером Болином В 1985 Году То Вот Эта Куртка Большого Размера Ну Большого Это 48 Тире 50 Для Меня Большого Итак Вот Эта Куртка У Нас На Прилавке Выставлена На Продажу Наверное Когда Я буду Вам Показывать Эту Куртку Также Параллельно Вам Буду Показывать Какие-то Нюансы Связанные С покупкой Вещей Бывших В использовании То есть На что Нужно Обращать Внимание Давайте Так Вот Я Два Вот Таких Параллельных Взгляда Сразу Буду Итак Чем Эта Куртка Отличается От Первой Который Я вам Показывал Да Она Имеет Уже Кош Картонный Патч Из Прессованной Бумаги Но Не стоит Думать Обязательно Что Эта Куртка Уже Более Поздние 80 Годов Потому Как В 70 Тоже Такие Были А Также Мы Видим Что Здесь Уже Болты Несколько Другие С другой Гравировкой Видимо И другой Металл Но Сами Можете Видеть Разницу Вот Я вам Показываю Тоже Луис И так Далее Естественно Крой Такой Ли Подобный Это Само Собой Тут Разницы Нет Но Мы Уже Можем Видеть Что Используется Не Желтые Нитки А Оранжевые Естественно Цепной Сижок Толстенные Швы Все На Месте Но Вот Как Вы Можете Видеть Присутствует Оранжевая Нить Здесь Больше Сохранилась Информация На Теге Здесь Указан Размер 46 36 Я Санды Като Made Is Spain Может Быть Вам Не Видно Но Я Различаю Я Вижу Дальше Из Фишек Дизайна Эмин Этой Куртки Кстати Хочу Сразу Сказать Два Кармана На Месте Здесь Вот Этот Нутренний Карман Сделанный Под Планку Второй Карман Внутренний Кстати Говоря Многие Оценят У кого Большой Смартфон Один Из Карманов Большой Любой Сказать Окрас Тоже Ну Вот Этот Большой Карман С Клапаном Закругленными Углами Также Естественно Содержит Здесь Такой Темный Синий Тап С названием Луис Итак Давайте Пару Слов Скажу Как Выбирать Вещи Бывшие В использовании Итак Вот Что Лично Для меня Самого Важно Самое Главное Чтобы Куртка Была Без Утрат Давайте Посмотрим Вот Этот Патч Сохранился Абсолютно Нулячий То есть Как будто Эту куртку Даже Не носили Видите Он Абсолютно На месте Хотя Мог бы Пострадать За столько Три лет Естественно Должны На месте Быть Все Болты Вот У моей Куртки Не хватает Одного Болта На рукаве Да То Здесь Именно Вот На этом Экземпляре Который Выставлен На продажу Все Болты У него На месте Также Я Всегда Именно Если Речь Как вы можете Видеть Манжеты Безусловно Уже Тут Пофейдились Причем Обратите Внимание Пофейдились Очень Красиво Но Тем не менее Вы Можете Видеть Что Нет Абсолютно Ни одной Точки Ни одного Места Где Был Пробит Деним То есть Где-то Были Завихрения Какие-то Были Дыры Пробитости Нет Посмотрите Обратите На это Внимание Все Абсолютно Целехонько Именно Вот Всегда Если Покупаете Был Куртку Обращайте Внимание На Манжеты И На Локти Потому Как Это Самые Такие Места Которые Подвержены Абразивности В их Используем Здесь Обратите Внимание Очень Очень Чистенькие Очень Чистенькие Абсолютно Так Сказать Целехонькие Локти Нет Абсолютно Никакой Сточенности Утонченности Ткани Здесь Абсолютно Все Как у Новой Куртки Вот Смотрите Обращайте Внимание На Манжеты И Обращайте Внимание На Локти Потому Как Эти Места Чаще Всего Убиваются При Активной Носке Совершенно Очевидно Что Эту Куртку Носили Очень Мало Скорее Всего Она И была Можно Сказать Может Быть Она И выпускалась В такой Кондиции Естественно Когда Вы Покупаете Куртку Всегда Обращайте Внимание На Воротник Никому Не Хочется Носить Воротник Грязный Истертый Тем более С какими-то Пробоинами Здесь Как Вы Мете Воротник Если Бы Эта Куртка Выпускалась Именно В такой Кондиции Stone Wash Она Сейчас Выглядит Как Новая Нет Абсолютно Даже Затертости Никаких Нет Не говоря Уже Какой-то Там Грязи Что Касается Грязи Сразу Хочу Сказать Пятен Никаких Грязевых На этой Куртке Нет Она Прошла Такую Двухуровневую Чистку Косметическую Гигиеническую Так что Куртка Абсолютно Такая Нулячь Можно Сказать В плане Чистоты Нет Никаких Здесь Пятен Вы Наверное Сами Это Видите Ну Что Касается Подола Этой Куртки С Обратной Стороны Обращайте Всегда Внимание Чтобы Болты Вот Этих Регулировочных Петель Всегда Были На Месте Потому Как Почему Именно В этом Месте Болты Слетают Отлетают Но Вот Здесь Как Вы Можете Видеть Все Здесь На Месте Давайте Посмотрим На Светлый Голубой Оттенок На Куртках То Есть С Уже Таким Фейдом То Есть Ну Это Объясняется Тем Что У Человек Просто Такой Вкус Не Всем Нравится Темно Синий Индиго Так Что Те Кто Любит Именно На Лето Такой Вот Такой Вот Колорит Здесь Он Во всей Красе Без Сяких Грязевых Грязных Бурых Оттенков Все Абсолютно Чистенькая Вот Таким Образом Когда Покупаете Куртку Бывшее Использование Обращайте Внимание Вот На Эти Вещи Которые Я Вам Рассказываю Естественно Когда Вы Покупаете Куртку Обязательно Какие Промеры Все Таки Надо Делать Особенно В Самых Важных Областях Это Подмышки Плечи Подол По Объему Длина Рукава Кстати Именно Вот Эти Характеристики Я Обязательно Указываю В карточке Товара В описании К товару Обязательно Привожу Даже Фотографии С замерами Вот этих Вот важных Элементов Куртки Поэтому Если Вы Эту Куртку По ссылке В описании Посмотрите Вы Все Это Конечно Увидите И Естественно Наверное Можно Сказать Что Все За строчки Валиком Здесь Нет Порванных Мест Потому Что Нагрузка На них Приходится Вот В уголках Карманов Или Вот Чаще Все Вот Здесь Даже Бывает Видите Здесь Присутствует Еще Родная За строчка Валиком Вот Это Внутреннее Кармана Потому Что Как Если Часто И 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 Все На Месте Куртка Можно Сказать В Идеальном В Идеальном Состоянии Чистая Без Утрат Надеюсь Я Вам В Подробностях Рассказал Как Выбирать Вот Такие Вот Вещи Возможно Я Упустил Что Из Своего Рассказа Про Луис Я Уверен Что Найдутся Те Кому Есть Что Рассказать Про Эту Замечательную Марку Одежды Луис Которую Что Вы Про Них Помните Какие У Вас Остались Воспоминания И Ностальгии По Этой Куртке Ну Наверное Еще Наверное Стоит Сказать Что Не Смог Я В Это Своё Видео Вставить Два Видеоролика С Первым Выступлением С Первой Съемки Группы Modern Talking В 1985 Года Вот Формулу 1 И Это Видео Я Обязательно Выложу На стене Своей Группе Вконтакте Винтажная Лавка У кого Есть Аккаунт ВК Обязательно Подписывайтесь Вы увидите Вот Это Самое Видео Где Дитер Болин Вот В этой Замечательной Куртке Выступает Своё Первое И самое Важное Видео Также Я Туда Запащу Второе Видео Дитер Болина Где Он Уже Сольно Выступает С композицией С первого Альбома Тоже В 85 Году И тоже В этой Самой Куртке Естественно Естественно Вы знаете Что Ссылки В описании Под этим Видео Всегда Всегда Указывают На вещи Которые Я показываю Если Они Доступны К продаже И Вот Эмин Эта Куртка Тоже По ссылке В описании К видео Вы можете Увидеть Ну а На сегодня Друзья Про Луис Мы Заканчиваем Жду Ваших Комментариев Про эту Замечательную Марку Я уверен Что Еще Какие-то Вещи Будут Попадаться Ко мне В руки Под этой Замечательной Маркой И мы Продолжим С вами Разговор Ну а Сейчас Друзья Всего Вам Хорошего Подписывайтесь До новых Встреч